Шахматы, они, это детерминистская игра, да, то есть у тебя есть, вообще говоря, в шахматах есть конечное число состояний на доске, да, их просто очень много, их хрен посчитаешь, вот, поэтому вообще по теории игр в шахматах есть либо... Почему ты так скептически упакаешься? Не, наоборот, не, раз и правильно все, просто... В шахматах есть либо выигрышная стратегия, либо ничейная стратегия, есть такая простенькая лема... А проигрышная стратегия? Нет, там, типа, есть простенькая лема, где ты доказываешь, что либо первые выигрывают, либо первые все свое. Неплохо ты, Сергей, сказал, нет. У шахматы ничей заканчиваются, да, нет, да, скорее всего. Вот, и вот у тебя есть детерминистская игра, и в нее интересно играть. Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Если на улице дождь и лужи, то слушайте подкаст Куджи. Так, итак, всем привет, мы здесь. Андрей, начинай ты, сегодня ты. Короче, пацаны, значит, сегодня у нас в гостях шахматисты, Тимур Раджабов, Сергей Корякин, там если... На нас часто ругают, что мы не представляем гостей, но это тот случай, вы погуглите и разберетесь. Два гроссмейстера в студии. Я сегодня созвонился со своим другом, который известен в узких кругах, он из Владикавказа, из Осетии, в узких кругах, известный как Чеба. Он не верил, что вы сегодня к нам придете. Я сказал, кто сегодня к нам придет, он говорит, да не. Реально, он огромный ваш фанат, привет всем остинским шахматистам тоже. Ребята, спасибо, что пришли. Спасибо, спасибо большое, что пригласили. Парни сегодня в костюмах, потому что они идут в Большой театр после подкаста. А там такая просто ситуация, у нас товарищ Юсиф Айвазов, он тенор, и как бы муж Анны Нетребко, вот, еще там Плассида Доминго и так далее. Не, ну в Большой театр как не пойти, в первый раз тем более. Кому первый раз, кому не первый раз. Я шучу, я шучу, я шучу. Я шучу, я тоже там был, в момент строительства я участвовал. Участвовал, да? Да, меня позвали. Неплохо платили, кстати, в то время. Там и наши участвуют, ну не важно. Там разная была в моей жизни. Я все думал, на какой секунде мы... Вот, уважаемые слушатели, так и так, ставьте ставки, на какой секунде я вспомню про сериал «Ход королевы». Это да. Мы, кстати, были в Иркутске недавно, и там был какой-то магазин, да, обувной, по-моему, «Ход королевы». Да, да, обувной магазин «Ход королевы». Мы офигели плюс. Он прям ужасен. Я не удивлюсь, если ты владелец этой... Оригинале такие в клеточку форма и «Ход королевы». Там, как раз не продавали, кстати, женский, но это я не знаю, это просто. Это в целом. Блин, Тимур, как же с тобой тяжело. Ты, наверное, играешь так же, да? Вот у тебя какой-нибудь, ты вот с тобой человек играет. Я скажу, что если бы можно было во время партии разговаривать, он бы был чемпионом мира, ну просто сразу. Да, он бы еще подъехал. Лет 15-16 уже просто. Не, а там просто полная концентрация, там невозможно ческать совершенно. Ну, чё-то не похоже. Там не то, что... Не, причем здесь концентрация? Дело в том, что правила не запрещено. Причем, это правило, да? Не, ну, раньше, на самом деле, ребята, разговаривали. Ты выходишь, как бы, в комнату отдыха, и там все общались. Сейчас это тоже запретили. Да? Тоже, да, раньше. Раньше мы вспоминаем с ностальгией времена, что сделал ход, пошел в комнату отдыха, болтаешь. А покурить можно было? Ну, просто шахматистов мало курящих, хотя есть. Вот у меня вопрос, да. Вопрос, да. Когда вы готовитесь к турнирам? Никогда. Сразу же, что происходит. Да я так и понял, потому что, ну, мы сейчас в театр Том Куджи, потом это когда готовится. Дела. Хорошо, во время подготовки какой-нибудь к турнирам. Помимо самих шахмат, у вас есть какие-то диеты, у вас есть какие-то особые, особый вид тренировки, какие-то гимнастика, может быть, какая-то. Типа мы на ты, да, в Том? Мы на ты, да. Посмотри на какие диеты. Ну, есть, правда, некоторые сейчас вам рассказывают. Перед важными турнирами, конечно, это комплексная подготовка идет и физическая, и психологическая. Давай с физической. Что туда входит примерно? Физическое, ну, ты смотришь сперва в зеркало, потом оцениваешь, как бы, минус 15 надо сделать. Ну, ты ходишь в зал, ты бегаешь, плаваешь, что-то плаваешь. Ну, вообще, для шахматистов советуют многие плавать, хотя я там не очень люблю, но если надо, то надо, плаваю. Потом, в прошлом году мы начали бегать вот с супругой, даже в официальных забегах участвовали. Да, ты бегаешь с музыкой или ты просто бегаешь? С супругой. Ну, ну, с супругой. Вы слушаете музыку при этом либо... Нет, нет, просто. Как-то вот концентрируемся, как говорит. Ребята, кто-нибудь когда бегал с супругой? Как там слушать музыку, это невозможно совершенно. Я не знаю. Ты просто расскажешь все, что надо делать там по жизни. А дыхание не сбивается просто? Бегаешь с супругой. Ты, подожди, ты ее несешь, что ли, я не понимаю? Просто убежишь, а бежишь рядом и обсуждают проблемы. Так я тебе говорю, это же сбивает дыхание. Надо, значит, просто быстрее бежать, чтобы она... Нет, ну, тренированный же. Я понимаю, чем он говорит. Там просто неизвестно, кто быстрее будет. Я понимаю, о чем он говорит. Когда мы с супругой едем в метро... Ага, это что сейчас было? Ну, с супругой, да. Едем в Магадан. Мы едем в метро, у нас такое негласное правило, что мы не слушаем плееры. А, нет, ну это да. Типа мы вместе и не разговариваем при этом. И карманы держим. Диета. Какая-то диета. Перед турниром. Сладкое старается не есть, я помню, насколько. То есть он перед матчем, по-моему, да, сладкое? Я сладкое. Дай, пожалуйста, сгущу. Ну, не сейчас. Нет, ну, в целом, перед матчем было такое, нет? Да, братский. По-браво, перед матчем было, мне кажется. То есть, ну, сладкое там, как бы снижаешь просто вес, как обычно. Снижаешь вес для чего? Ну, снижаешь вес, если тебе нужно снизить вес, это как бы тоже смотришь, да. Потому что есть там, например, шахматист Ани Шгири или там Фабиана Каруана, там тоже оба в десятке. И мне кажется, наоборот, надо есть. Да, им надо, некоторым надо прибавлять, а другим, как бы, если, да, вот, ну, легче тебе просто становится, тебе концентрируется легче. То есть, я правильно понимаю, нет 100-килограммовых гроссмейстеров? Нет, практически нет. Нет, практически нет. То есть, вот смотри, сахар, допустим, во время партии, сахар же как-то усиливает, дает тебе энергию. На короткий период. На короткий период. Если ты начал есть, допустим, ну, условно, шоколад там во время партии, то есть желательно тебе его там небольшими частями и продолжать есть. Потому что если, как бы, перестанешь есть, то будет, наоборот, отток. Да, такое есть, да. То есть, каждый час, там, например, сладкий чай выпивает, и, в принципе, как ничего так. Но до ты стараешься все-таки сократиться. А сколько держится? Вот, смотри, если ты ешь вот на Олимпиадах, когда, математических, там 4 часа, там, типа, вот, шоколадки хватает на 4 часа. А если матч, например, сколько может длиться? 8 часов может? Нет, он примерно 4 длится. Бывает исключительно в случае 5-6. А, ну, как раз, типа, вот, по чуть-чуть ешь, и в течение этого помогает. А еще у меня шоколадка никак не помогала. Можно еще пару вопросов? Давай, давай. Вредные привычки, парни. У вас не бывает, да, их. Ну, типа, и есть, и, ну, вы курите? Издеваешься? Нет, 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 нет. Это тоже... Не курим, но пьем. Нет, это понятно. Но имеется в виду, что ты играешь во время турнира, вышел, покурил. Это может работать в минус, да, если у тебя есть... Нет, покурил, я не знаю, трудно сказать, на самом деле. Покурил, в краске, может, наоборот, мобилизует на какое-то количество времени. Я могу привести в пример Владимир Крамник, прославленный, там, экс-чемпион мира, он в 25 лет играл матч с Гарри Каспаровым, а до этого он всегда курил. И вот перед матчем он бросил курить, выиграл матч, потом опять начал курить. Нет, краткосрочно ты можешь помогать тебе, на самом деле. Смотри, что куришь, конечно, тоже зависит. Ну, понятно. Вот, в принципе, да. То есть, если не сигареты, как ты думаешь, это поможет? Я не могу, ну, как инсидент. Среди гроссмейстеров нет фанатов Крэка, понимаешь? Не, 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 у нас, во-первых, еще есть же этот, как бы, проверка, допинг-контроль. У вас допинг есть? У нас есть, Тарафлю, например, допинг. Да? Да, прикольно. Тарафлю допинг, ну, по Русаде, по крайней мере, я проверял, когда она была в фаворе. Ну, и как, и что это? У вас такой же допинг-контроль, как и... Абсолютно. Точно такой же. Ну, и некоторые вещи там варьируются для мозга, типа, вот. Но у нас идея, как бы, чтобы шахматы попали, ну, в смысле, не у нас, а у Международной шахматной федерации, идея в том, чтобы шахматы попали, как бы, в олимпийские виды спорта, вот. И пытаясь продвинуть эту идею, соответственно, пришли к тому, что нужен там допинг-контроль и так далее. Но это очень сложно, на самом деле, понять, какой допинг в шахматах. Вот, серьезно, это... Вот это первый же вопрос. Потому что хочется сказать, что не очень понятно, как вообще голова-то работает, а ты еще хочешь и допинг описать. Ну, я говорю, вот, как раз по шахману непонятно, что ты, например, можешь иногда, ну, я представляю себе, что можно выпить и играть лучше, например. Я на матче с Карлсоном, у меня каждое утро начиналось с того, что я ел черную икру ложками. И не потому, что я такой мажор, а почему? Подождите, подождите, сейчас слышим альтернативную версию. Поэтому тоже, но потому, что мне сказали врачи, что это прям самая лучшая допинг для мозга. Врачи из Астрахани. Не сказали. Сергей, у вас вот есть такая игра. Слушай, не там, вот этой фирмы особенного. Врачи еще и знаешь из этого из багажника продают, такие типа, а слушай, у меня есть допинг, смотри, трехлитровая банка, ты ее прям каждый день ложкой, вообще офигенно, победишь Карлсону на раз. В общем, врачи там хорошо стояли во время его матча в целом, финансово, продали икру. Некоторые шампанское там разные, из Дагестана поставили, ну, неважно. Да, так, скажи. Допинг не ясно какой. Черная икра это хорошо, потому что Корчной ел черную икру во время матча из Карпо, а Сергей, в принципе, очень близок был, чтобы Карлсона победить. Тот черную икру не ел, но они с детства, по-моему, там все на рыбе, на всяких, на икре и так далее. Пошли, когда я приехал в Норвегию на Олимпиаду, прилетели со сборной Азербайджана. Я вообще рыбу не очень люблю, если честно, но там я просто, там все из лосося. Там очень вкусный лосося. Не, ну там все из лосося. Там капучино с лосося. Все, что хочешь, лосося просто. И ты не знаешь, что делать, и невозможно никуда от детства. Я просто не ел лосось еще месяца три после Олимпиады. То есть просто с утра до вечера у тебя лосось с любой совершенно едой. Мы там тоже в 2014 году, когда играли Олимпиаду, уже во время Олимпиады объявили, что у нас санкции, что дома мы уже поняли, что лосося не будет. И мы там ели, вот сколько могли съесть мы ели, чтобы потом вообще на него забыть. А скажи, вот у гонщиков Формулы-1, да, у них же тоже, вот они довольно долго ездят по кругу. И в целом это высокий уровень концентрации. Денег тоже. А? Денег тоже. Денег? Да, высокий уровень. Я смотрел, я смотрел просто совершенно случайно на Нетфликсе. На Нетфликсе сериал Формулы-1. Ну, очень круто. Вот. И вот они ездят, ездят. Там геи были? Не помню. Так, чего это вопрос? Потому что на Нетфликсе там все фильмы, все сериалы. Ему такие попадания. Нет, это у тебя какая-то своя подборка. Подожди, подборка, она поинтересовала. Бумажный дом. Посмотри, бумажный дом. Бумажный дом не смог смотреть. Тебе понравился? Нет, ну в смысле сам фильм, сам сюжет гениальный. А как бы это просто там такие моменты, что я поэтому сразу спросил. Ну, не знаю. Последний танец там много геев? Ребята, я, честно говоря, не разбираюсь. Я сам с Кавказа. Я по этой теме вам никак не могу помочь. Так, так, формула-1. И я не сделала еще. Есть по кругу и, в принципе, много денег, как мы выяснили, зарабатывают такими передвижениями. Да, я сразу представил, как они, как, знаешь, в Марио едут, там монетки. Они такие... Ну, там монетки, да, серьезно. Вот, и важно, что они приезжают в новое место. Ну, например, у них гонка может быть в другом часовом поясе, не просто в другом. Баку у них гонка, кстати, есть. Вот, а вообще там разница 12 часов. И они никогда не жалуются на джетлаг. То есть они такие приехали... Ну, раз можно жаловаться. Ты приехал, ты ляма уже на счету. Только ты сел в аэропорне, если у меня каждое место, которое я приезжал, ляма лежал. Вопрос на счету, баксов, там евро, неважно. Да, я вообще ничего не говорил. Какой лосось, какая игра черная. Я хотел сказать, вот у вас бывает, когда вы прилетаете куда-то, и там, типа, разное время, как с этим справляться? Ну, то есть тебе же нужно концентрированным быть собранным, а ты приехал, у тебя нет две недели на климатизацию. Сложно, сложно. Мы играли вот турниры в Мексике, ты играл, что же, да? Да, но обычно на такие турниры приезжаешь заранее. То есть день в день на игру никогда не приезжаешь. Нет, 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 там обычная акклиматизация две недели. Ты же не приезжаешь за две недели. За две недели нет, но все-таки уже там дней через 5-6 тебе уже легче. По-моему, такой бой, кстати, был. Ну, это в боксе очень важно. То есть там он приехал, типа, за неделю, по-моему, и считал, что это очень неправильно для подготовки. По-моему, Ленокс Льюис против, если я не ошибаюсь, Рахмана Заура. Такой был тоже претендент, как бы, да, на звание лучшего боксера, там, и так далее. Вот, и тот прилетел, типа, за неделю, а акклиматизация занимает то ли в Африке, они бились где-то, что-то такое у них был такой какой-то бой. И, соответственно, он там просто был нокаутирован. Вот именно из-за акклиматизации. То есть ему советовали это не делать, он там впритык. Ну, в шахматы такого нет, там, ты себя не нокаутируешь. Если что, там, к третьему туру отойдешь, я думаю, примерно, примерно будешь в форме. Ничьи надо делать, короче, вначале. А как ты понимаешь, в форме ты или нет? Вот ты встал с утра, как тебе проверить, что ты сегодня в форме. Просто, конечно, с физухой-то. Обычно ты, когда садишься за доску, начинаешь делать первый ход, начинаешь, как бы, думать, и в этом ты либо понимаешь, что все плывет, либо понимаешь, что сегодня ты гений. Просто это как раз вот, я хотел спросить, есть ли вариант до, понимаешь, то есть ты стал такой такой, типа, нормальный или такой. Потому что когда ты уже сел за доску, уже, ну, типа, бесполезно, ты ничего не сделаешь. Нет, сел за доску, ты все-таки можешь свою стратегию менять, допустим. Ты можешь играть осторожно, там, ну, ничья-ничья. А можешь, как бы, там, все вперед и пытаться выиграть. Ты можешь просто варьировать уже, ну, чувства. Ну, как я думаю, в футболе, в других видах спорта. Здесь тоже играет такую, как бы, роль. То есть момент того, что ты подходишь, как бы, к партии, основываясь уже на том, что ты увидел внутри, как бы, самой партии. То есть ты не можешь, в принципе, заранее сказать, что у меня шикарный ход. Ты придешь, просто продумаешь над ходом, там, я не знаю, 20-30 минут, и поймешь, что что-то не то реально. То есть это понимаешь внутри, трудно, так сказать, заранее очень сложно. Иногда бывает такое ощущение, что ты в форме, например, да, там, летящей походкой до зала идешь, например, чувствуешь, что все хорошо. По-моему, приходишь, обычно это плохо заканчивается. Лучше вообще переживать, нервничать изначально, волноваться. Если, например, у меня, например, четко, если я не волнуюсь перед партией, то для меня это проблема. То есть я чувствую, что концентрация, уровень концентрации будет совершенно не тот. Есть шахматисты, которые, ну, я не знаю, у Сергея как, например. Ты волнуешься, Сергей? Я не то, что не волнуюсь, я обычно перед партией еще 150 дел сделаю, звонков, имейлов напишу, потом иду на партию, а потом во время партии вспоминаю, так, подожди, сейчас же надо волноваться. А у вас бывает такое? Я помню из своих детских соревнований по дзюдо, я примерно вычислял, кто в моем весе после взвешивания, и, знаешь, такого так, этого я не боюсь, просто внешне определенно. Да, этого нет, этот. Вот этого я, вот, какой-то он страшный, лысый. Но это было совсем в детстве. У вас бывает страх перед соперниками? Вот вы знаете, что вы сейчас… Страх – это громко сказано, но бывает, ты понимаешь, что там, ну, сидишь против чемпиона мира. Мне вообще интересно, как вот Тимур играл в 15 лет против Гарри Каспарова. Не, ну, Каспаровым было страшно опять, да, он правильно говорит, в принципе, Сергей, что ты уже как профессионал, то есть ты не, ну, страшно, как бы, отходит от этого. Я думаю, ну, из детства страх переходит в интерес. Скорее, вот тебе больше интересно, да, бывает так, мне интересно. Или я проиграю, или я выиграю. У меня с детства страх перешел в комплексы в целом. Ты прям, ну, прям, все по книжке сделал. Просто раз, страхи, перешли в комплексы, комплексы, перешли в проблемы. Проблемы в алкоголизм, так что все хорошо. Мы пока нет, пока нет. А, ну, пока еще нет, да. Да, то есть еще, ну, еще пока здесь. Пока я на стадии проблем. Да, да, отлично. Вот, ну, на самом деле, вот я говорю, такого страха, вот пиетет, конечно, был какой-то определенный. Конечно, когда играешь с Каспаровым, с Карповым, когда ты, в принципе, ну, тебе там 14-15 лет, то есть я с ними начал играть, да. То есть у Сергея, я уверен, там, против топов, там, Крамника, Карпова, скорее всего. То есть такие шанси, какой-то пиетет, конечно, ты испытываешь. Такие люди, на парте, в которых ты учился, и тебе как-то сложно. Да, ну, страх, вот, мне кажется, такого нет все-таки. Слушай, прикольно, что вот то, что ты говоришь, что вот тебе, ну, когда ты не нервничаешь, ты играешь как будто хуже, да. Ну, я точно, да. Да, Сергей говорит, что наоборот, нужно играть, как будто у тебя нет игры. Ты такой, типа, а, точно, чемпионат мира. И такой, типа, знаешь, там такой... Не, ну, я, может, чуть-чуть преувеличиваю, но, в принципе, я никогда не склонен слишком сильно нервничать. Это психологически, это, типа, психологическая схема, она тоже работает. Когда у тебя есть какое-то ответственное дело, ты можешь либо, там, позволить своему мозгу выработать достаточно кортизола, что тут такое, блядь, сука, руки вспотели. Вот, а можешь такой, типа, что-то у меня есть там дела-дела-дела, потом вот важное дело, а потом еще, еще, знаешь, эффективно работать, когда ты думаешь, что будет после. То есть ты такой, типа, вот сейчас партия, а вечером мы все умрем. А вечером... Обычно очень мысли, тогда хороший, там, ресторан, что-нибудь, там, музыка, еда. Я его не узнаю все. Да, 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 рассказать совсем другое. Совсем подкармом, подготовился. Подготовился. Я тут вообще пришел, такой невротик с проблемой. Рассказывается, ребята. Честно, я не знаю, куда я пришел. Поэтому, поэтому... Возьмемся за руки. Поэтому, ближе, 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 ближе. Мы, людей, которые накормили Сергея Корякина сгущенкой вообще-то. Вот, честно, вот за это просто... Веришь, все. Я добавлял... Меня уже несколько месяцев никто не кормил сгущенкой. Я добавлял сгущенку в кофе. А что еще ты туда добавлял? Только сгущенку. Только сгущенку. Вместо сливок я добавляю сгущенку. Без сахара. Ребят. Сгущенку без сахара. Подожди, а это у нас реклама или нет? Нет, нет, никакой рекламы. Где мой процент? Нет, ну... Нет, по-моему, жизненно... Ты бы хотел быть лицом сгущенки? Жизненно важный продукт. Такой кот есть же перечень. Скажи мне, то есть, важно... Мы поговорим, обращусь с тех, как невротик, а потом же к Сергею Курчула, который я сгущу. Смотри, вот... Страна, что нет блокнота, я не лежу на диване. Это отсылка к психоаналитика. Сихоаналитика, да. Да, ну вот просто тут как бы вайп немножко сбил Сергей со своими рассказами, что у него все сериалы с геями в Нетфликсе. Поэтому ты такой типа я лежу на диване. Я смотрел только один сериал на Нетфликсе, это бумажный дом. Вот. А все остальные читал отзывы. Вот, смотри, вот ты становишься, получаешь мировую известность, когда ты подросток. Потом, как быть, проходят годы, и как ты потом с этим живешь? Вот твои неслим, что я был подростком. Нет, все были подростки. Сегодня официант, официант при мне узнал, подошел, можно с вами сфотографироваться, Тимур, пожалуйста. Я их фотографирую, Тимур говорит, это тоже чемпион мира, официант не поверил. Либо на турецкие слова просто. Ну, как это может быть чемпионал, ладно, не важно. Вот. Здесь же вопрос про это. Все были подростками. Это вообще довольно сложно быть подростком. А если ты еще при этом как бы достиг такого пикового значения, ты вот тогда понимал, что это вот важнейший момент в твоей жизни, что ты потом типа самое крутой вообще, чтобы... Какие там проблемы? Я никогда не вот это не понимал. Ну, ты подросток, предположим, у тебя какой-то получается такой, типа, приходишь к какому-то, скажем, звездному статусу такому, который у меня был, скажем, в республике, да, например. Ну, а что, как бы, да, ты пишешь любой девушке, она говорит, как бы, ну, пошли, выйдем там. Ну, то есть, ты не видишь... В этом не было никаких проблем. Я просто представлю, что я бы в 14 лет был бы, получил бы мировую известность, я бы... Ну, мы тут должны понимать, что в 14 лет парни получили известность благодаря шахматам, а не благодаря тик-току, да? Ну, и немножко более осознанная уверенность. Да, наверное, да. Наверное, есть момент просто, как ты получаешь. Я думаю, что, например, вот, ну, вот, скажем... Я покорил ее стаду, теперь возьму тик-ток, как салабаска. Ну, например, вот, я не знаю, мне кажется, есть виды спорта определенные, в которых ты, как бы, ну, вот, ты, я думаю, теннисисты тоже довольно сдержанные люди в этом плане. То есть, я не думаю, что это как-то влияет. Вот, звездные болезни, ну, мне кажется, у нас вообще не было ни у кого, нет? У тебя была? У меня нет. У меня была, да? Ладно. Здесь коль есть. Ну, что делать? Тут, как бы, понимаешь, звезды не без минусов. Сегодня у нас сервис Ясно. Это сервис по онлайн-подбору психотерапевта. Напомню, как работает. Они просто у нас были, но все равно. Ты заходишь на сайт, заполняешь анкету, тебе автоматически подбирается психотерапевт. У тебя с ним по видеосвязи консультация, где-то 50 минут сеанс. Да, вы помните, я об этом говорил. Я прошел пробную видеоконсультацию. Когда я тогда говорил об этом, меня смущал вот именно сам момент решения на это. После того, как мы провели этот эксперимент, этот экспириенс, я задался вопросом конфиденциальности. Не попадут ли мои личные данные в сеть? Не попадет ли мое видео общение с психотерапевтом в сеть? И это очень важный тоже момент конфиденциальности. Если мы вспомним великий сериал «Клан Сопрано», это был основным моментом, как главный герой общался с психотерапевтом и тщательно скрывал это от всего. Я понимаю, почему. Потому что это очень лично. И мы спросили сервис ясно напрямую. Мы прямо их спросили. Говорим, вот как у вас это устроено. Вот на них что нам они ответили. Во-первых, видео невозможно записывать. Оно идет напрямую между психотерапевтом и пользователем. То есть записывать видео сам сервис не может. Второе. Это то, что в поле имя, ты можешь вводить имя, но это не обязательно твое настоящее имя. Важно при подборе психотерапевта описание проблемы. Да, описание настоящих проблем. И в конечном итоге вы можете в целом затемнить свое лицо. Быть в маске. Быть в маске. То есть все, что вам нужно, это только реальная проблема. Вы можете записаться под другим именем. Поэтому вопрос конфиденциальности нас удовлетворил. Сервис ясно, ребят. У кого есть желание воспользоваться, обязательно воспользуйтесь. Как минимум получите этот опыт. Плюс у нас будет промокод, как обычно, внизу под роликом. Окей. А осознание, что вот ты там, знаешь, ты в 12 стал, ты в 14, да? А осознание, что вот опс, ключевой момент, оно было? Вот в 12 лет. Важный этап. Но ты вот смотри. Было понимание, что это важный этап, что я сделал какой-то подвиг, но осознать его еще в тот момент я, безусловно, не мог. Да, там огромный путь просто, да. Да, важно, что до верха до этого момента. Прости, для кого ты становишься красмейстером? Для себя или для родителей? Вот такой вопрос. Вот именно в этот момент. Да, в этот момент. Нет, в этот момент ты просто понимаешь, что это твой очередной этап, этап, но как бы твоя цель впереди, это промежуточный этап. Просто смотри, ты же когда маленький, ты на самом деле не очень знаешь, что ты хочешь делать по жизни. Нет, я знал, я знал. Сто процентов. Нет, смотри, какой маленький, я не знаю. Ну, там имеется в виду, год, шесть, семь, там такой вот. Типа и тебя родители отдают в шахты. А это да, это не знаешь, конечно. Да, они же за тебя решают в каком-то, в какой-то момент, и ты потом у тебя получается. А есть тысячи людей, у которых не получается. Да, и вопрос просто, что самому. Самое сложное во всей этой истории, обо что ломаются люди, когда вот родители их растят, когда вот, например, человеку родители выбрали, как им кажется, как кажется ему интересна какую-то карьеру, а потом они его отпускают в свободное плавание, и их желание должно замениться на его желание. То есть он должен уже хотеть этим заниматься. А этого не происходит, и он такой решает, да ну нахер, не буду инженером, пойду в ТикТок, например, что-нибудь такое. То есть это, в принципе, вот такой нормальный совершенно рассказ про 6-7-летнего мальчика, который говорит, нахер не буду инженером, да? Нет, ну там же они начинают с 7 лет, а потом же это довольно долго длится. Обычно нахер не буду инженером, это там 16, 17, 18. Да, да, это в принципе. Вот, когда ты уже стал взрослым человеком, потому что ты уже можешь сам принимать решения и сесть за них в тюрьму. То есть, в принципе, с точки зрения государства, и с точки зрения всего-то, я тоже юридически образовывается. Позитивный, да, я тебя понимаю. Разговор позитивный. Вот, и поищем, думать, чем это закончится просто, да. Что закончится? Ну вот жизнь этого мальчика, который нахер послал всех 6-7 лет. Так, и? Даня Милохин. Так вот, я что имел в виду-то? Что вот в какой момент, ну ты вот в этот момент, когда ты достиг, вот стал гроссмейстером, ты это уже делал для себя? То есть, уже в этот момент ты уже прям хотел заниматься шахматами? Ты прям, ну, хотел этого настолько, что готов был посвятить этому жизнь? Ну, наверное, да. Ну, в моем случае, в принципе, я не знаю, как у Сергея, например, для меня, в принципе, вот, я бы так скажу, радость, например, родителей отца, там, матери и так далее, да? Да. Родители обычно отец и мать, поэтому. Вот, и этот. Сейчас просто вспомнил, походу. Вот, и как бы вот их радость от того, что какие-то успехи у тебя, и ты, как бы, их делаешь счастливыми, для меня, наверное, перевешивал. Но это зависит от характера, потому что есть суперэгоисты, то есть, они хотят просто быстрее уйти от родителей и зарабатывать сами, и все. То есть, таких тоже много шахматистов, я знаю. Вот, ну, а не, видишь, не попадать на такие подкасты. У них есть проблема. Да, они все на Нетфликсе. Нет, ну, если серьезно, то, этот, не, серьезно говорю, насчет родителей, например, это, конечно, момент, да? То есть, я все-таки еще, я думаю, от воспитания в каком-то смысле зависит. У себя довольно близкий. Ну, у меня родители как бы как друзья, я бы их так обозначил все-таки, да? То есть, ну, я с ними практически любые темы могу обсуждать. То есть, они вот действительно друзья для меня. Вот. Но вот ситуация, когда там ты знаешь, что там, как бы, ну, отец тебя верит, там, уходит практически там с работы полностью и так далее, начинает заниматься с тобой, там, мать терпит все эти тренировки. Там тоже процесс такой серьезный. А ты один ребенок в семье или еще один? Нет, у меня еще брат, ну, разница большая, правда. Там 17 лет разница у нас. А, ну, то есть, они такие, типа, брат уже состоялся, попробуем младший, чтобы стал шахматистом. Младший, нет, я как раз старший. А, ты как раз старший, они такие, типа, сделают старшим шахматистом. Вырежем просто. Скажет. Типа, чтобы я умно прозвучал. Ты знаешь, я столько хуйни в подкасте говорю, но Тимур, Тимур, он такой, блядь, Андрей, вот сидит, вырезает это все, и потом я суперумно звучу. Ты очень умной, на самом деле звучит. Я, кстати, посмотрю вообще практически каждый подкаст. Да, почему ты в какой момент смотришь? Вот, кстати, мы так, знаешь, тяжко стали говорить про родителей, такие, ладно, давай попробуем полегче. Ты в какой момент, то есть, ты такой, типа, поиграю в шахматы и включаешь подкаст? Не, я, ну, как бы, в свободное время, если я на Ютьюбе что-то смотрю просто, вот. Ну, я смотрю все, если честно. То есть, я смотрю колоссальное количество вещей на Ютьюбе в целом. Но Куджи я смотрю все практически. Я вот единственный, последний самый выпуск не видел, но все остальные я видел. Некоторые из них по многу раз, потому что иногда я просто люблю включить, ну, типа, на Айпаде я включаю Куджи, и вот слышу вот эти голоса, еще они такие успокаивающие ваши голоса, особенно, да, особенно, когда вдвоем. И спать ложишь вдвоем-то вообще. Вот, не, я как бы в какой-то момент засыпаю, это не важно, что я смотрю, как бы, это не именно Куджи относится, да, то есть я могу, как бы, ну... Не, пусть Куджи, давай тут хорошо, да, хорошо Куджи. Ты понимаешь, да, и как бы могу просто заснуть, а потом еще пять раз пересматриваю примерно так же. На следующий вечер включил, опять не досмотрел, а я люблю, знаешь, чтобы линия такая была выстроена, вот я разговор, что я понимала, что я не могу, вот, например, половину посмотреть, и потом следующую половину смотреть. Я люблю вот как-то все, чтобы в одно, да. От начала до конца. Да, то есть я люблю от начала до конца, чтобы как бы, ну, вот, нить разговора не терять. А ты, Сергей, смотришь подкаст, слушаешь? Очень-очень-очень-очень редко. Вот смотри, можно вот такой дилетантский вопрос? У вас же все на концентрации завязано. Да. Ну, я понял, что ты много смотришь, ты мало смотришь, да, вообще, и слушаешь? И у меня, не знаю, вот, у меня вообще, ну, не хватает на это времени. Я просто завидую, что у Тима есть время. Не, ну, там фильмы, музыку, ты слушаешь музыку? Музыку слушаю, пока в машине, допустим, еду. А, ну, то есть в наушниках? Наушники были, да, все было прекрасно. Когда были наушники, он слушал. Да, скажите, это засоряет мозг? Вот тебе мешает это потом концентрироваться? Нет. А тебе? Смотря какая музыка. Если, допустим, вот перед партией послушал там громкую музыку, ну, даже неважно какую, это может чуть-чуть сбить. А может, наоборот, зависимость от музыки, если там правильная музыка, может настроить. Не, ну, как может нам какая-нибудь, я не знаю, песня Insta-самки, например, ты не увидишь этот дом на Google Maps, например. А как ты можешь в этот момент, например, как бы, понимаешь, он просто поднимает настроение. Подождите, а ты заряжайся перед партией музыкой? Перед партией я, частично, не слушаю, не. Ничего не слушаешь? Ну, да, вот в свободное время, да, могу. Можете примерно? После партии с удовольствием. Посмотрите, пацаны, вот давайте, обычные дилетантские вопросы, они будут полезны просто всем людям, которые любят шахматы. Смотрите, вот у вас... Ну, никто не смотрит из них этот подкаст, ну да. Нет, смотрят. Нет, смотрят? Да, да, да. А я забыл, что это товарищ, да, товарищ? Привет всем остинским шахматистам. Да. Итак, смотрите, у вас партия условно в 4 вечера, да, в 16. Обычно в 3. Это в Испании бывает обычно в 4, у них там типа сиеста днем. Да, в 16.00. Вы встаете утром примерно. Хорошо, давайте в 10. Как день проходит? Ну, вы мало разговариваете, вы общаетесь, и как... Ну, вообще, обычно перед игрой есть какой-то режим накопления энергии, то есть у меня, по крайней мере, что я там, ну, допустим, там позавтракал, погулял, и потом в номер, там где-то там с ноутбуком лег, там что-нибудь посмотрел шахматы, закрыл ноутбук и отдыхаю просто. Ну, ты мало разговариваешь, да, перед партией? Ну, немного. В телефоне тоже не залипаешь, ничего такого? Нет, ну, залипаю, потому что уже когда лежишь, уже что-то там взял телефон, уже что-то хочется позалипать. Но, в принципе, я говорю, что особо я стараюсь копить силы. Я тоже, да. Я тоже. Это вообще стандарт, в принципе, для шахматистов, мне кажется. Ну, типа быть на спокойном, максимально копить энергии. Да, да. Вообще у тебя мысли все об игре, то есть у тебя даже нет вот этой возможности в целом. То есть чисто психологически тебе просто неприятно, это все раздражает. То есть вот ощущение, когда ты пытаешься сконцентрироваться на каком-то задании, не знаю, на чем-то, да? Или, ну, и вот тебе такое ощущение, что как будто просто подходят со стороны и мешают все время такие вот месседжи, вопросы какие-то на другие темы. То есть ты сконцентрируешься, у тебя все равно мысли все о партии, у тебя ты все постоянно прокручиваешь, что-то в дебюте еще лишний раз снова открываешь компьютер, посмотреть какой-то вариант, повторить, не забыть там и так далее. Дебютный. Вы просчитываете, да, свои дебюты в самом начале? Ну, это сейчас основная часть. Отталкивайся от соперника. Отталкивайся от соперника, да. Обязательно. В основном, да, естественно. Это самая большая часть подготовки, это дебют. Дебют, здесь очень важно, чем мощнее у тебя компьютер, чем мощнее у тебя там программы обеспечения, движки, так называемые. А можно вопрос про компьютеры? Смотрите, до недавнего времени, как мне казалось, все компьютеры, которые, все компьютерные программы шахматные, они были немножко нечеловечные. Ну, допустим, наверное, им не было свойственно там позиционные жертвы, да, как там, ну, как это делают люди. Сейчас это все улучшилось. Сейчас гораздо улучшилось, и сейчас компьютер порой делает такие жертвы, которые даже сам человек там не может понять. И, в принципе, компьютер настолько сейчас, к счастью или, к сожалению, превосходит игру человека, что... То есть раньше компьютер, вот смотрите, примерно, вы на сколько вперед ведете игру? На хода 3-4? Ну, мы можем всю партию провести вслепую, здесь такого нет. Нет, во время игры. Во время игры сколько надо? Нет, сколько надо. Нет, просто от позиции же зависит. Да, зависит от позиции. Нет смысла считать далеко, потому что у тебя там твой соперник сделает первый же ход другой. Зачем? А компьютеры, я так понимаю, всевозможные варианты, да, подбирают? Компьютеры, всевозможные варианты. Это какой-то такой точный калькулятор, как бы, да? То есть, в принципе, его невозможно обыграть уже со временем. Это уже все точно. Это 100%. 100% никто не обыграет. Нет, без варианта. Это как... Ничьи может сделать, много ничьих. Да. Шансы есть. Как-то пытаться удержать. Но на длительной дистанции опять он начнет его обыгрывать, конечно, человек. Компьютер. То есть, это как беременный мужчина, да? Это нереально. Не знаю. Не знаю. У вас такие знания, просто на такие интересные необычные темы, что я вот не знаю, вот серьезно, как беременный мужчина. Он так просто сказал, как будто это, ну вот все знают. Нет, ну, а как беременный мужчина? Как? Ну, просто не варианты. Какой мужчина? Какой? Беременный. Сколько ему лет? Как его зовут? Да. Да, например. Много и он, например. Еще как просто вот, чисто я тоже человек с Кавказа в целом, в принципе, Тимур Суренга же. Можно я задам вопрос? он у нас как бы за старшего понимаешь то есть в принципе он может когда хочешь что хочешь сделать по сути тут так получается получается поэтому он смотрит на меня все время как можно задам вопросами как-то если он не скажет принципе выйди там принеси воды там 6 приготовь это вообще не правда хорошо а вы умеете также концентрироваться на других вещах допустим на чтении вы можете так сесть и ops все проглотить на интересном только чтение на интерес потому что я может может быть интересный интерес ровно но чуть-чуть нескромно но вот как вот про шерлока холмса там ну снимает там говорят что типа он какой-то ненужная информация она просто где-то уходит и он ее не замечает просто и я я тоже вот когда мне какую-то ненужную неинтересную информацию я ее просто могу забыть через минуту а интересно да с удовольствием шерлок холмс кстати не знал что земля круглая там про это был смешным а серьезно земля круглая вот зато у него была научная работа где он мог определить по пеплу типа тип сигары которую курил человек у него была целого типа по разбору вариантов пепла вот среди прочь вот это он знал а про круглую землю это многому момент там же было еще это еще анекдот там же многие про этого что типа там это пожалуйста не буду да ну ладно хорошо расскажу не называться на же за известный тоже типа такой ну через как раз про его как раз галлюцинации тогда это что типа ватсон его спрашивает шерлок вы действительно видели собаку баскер вели да тут все такой с трубкой он такой передает трубку будет покурите вас мы не такое увидите да хотя он больше был морфист на самом деле конечно но морфию добыл да а я че говори нет это таллиц просили свое время он был на морфе куда он болел сильно да его спросили вот действительно типа на морфе тогда вы были цены морфист а морфи это морфинист морфинист на морфиниста спаси да а морфи был как бы ну лучший шахматист мира там в свое время до американец так далее вот он так посмотрел нет я чегоринец и говорим был тоже шахматист как бы да из советского союза там тогда шахматист номер два дойдет в мире да так что свои такие шахматные шутки часы разошлись все самые красивые девушки которые смотрели этот подкаст они просто перешли в инстаграм вот следующий вопрос он касается таких вещей как мы обсуждали эстетику шахматы вот у тебя есть шахматная доска есть у тебя шахматные фигуры вот и традиционно у тебя есть самые дешевые вот разворачивать у тебя коврик на и самые простенькие шахматы и у тебя есть какие-то такие дорогие вещи вот коврик это что-то что-то развиваешь коврик но он имел ввиду наверно картонную не есть такая есть коврик да 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 старый советский шаг в реке есть такая доска да ну да и удивленный примекас советскому разы да она по у меня вот маленький она сделана из полипропилена доска она сворачивается я просто химические элементы разберешь я могу рассказать про супер гениальную доску к которой мы вот с тимуром дарили нашим знакомым которая на основе ну не искусственный интеллект на программного какого-то обеспечения ты вот поставил доску подключил через приложение через телефон и сама доска передвигает фигуры играет себя на 20 20 уровне по моему сложности вот и плюс она все партии может из интернета это это оказывает сама их как бы фигуры это интересно вот вот вам ну просто мне кажется что вот ну как должны выглядеть шахматы которые крутые вот именно шахматные фигуры понимаешь потому что же можно много чего придумать есть фигуры и сбивание мамонта не это понять который нам нравится типа надо да вот который нравится вот что дерево на даже тяжелый а вот то что вызывает и до что как у профессионала потому что ну конечно можно из бивни мамонта сделать от там золотом с чем угодно хлеба из хлеба могли бы это самое это когда у тебя форма в клеточку шахматы из дома я слышал такая история мне я боюсь игорь иванович сечин подарил шахматы с такими вот нефтяными вышками это любимый про любимый шахмат это мои любимые шахматы они мои любимые стали сейчас пока когда произнес как он это произнес да он вот на иванович они прям ты полюбил эти же я уже на игорь понял андрей говорит о том что шахматы с дешевые очень дорогие сейчас надо срочно соскочить с этой темы вам важно это или вы просто любые бум 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 ну вот там тяжелая фигура для профессионалов как бы есть свои доски стандарт пас который используется на турнирах это не очень дорогие это относились аж такой очень дорогие в данном случае что мы там не стоит я про вас я не говорю да смысл и понятно вы как бы сами понимать я не был ни одних шахмат своей жизни поэтому не серьезно да а ты вы вывозите с собой шахматы там на нет нет все все в телефоне да еще провести новые компьютеры в компьютере то в доске там варианты есть разные знания знания в доске мой знание телефонов но я вот просто видел шахматы вот эти подарочные что-то типа 600 тысяч рублей такой лет кому это вообще нужно 600 тысяч рублей ну и между ездить дороже есть да ну ими же не будут играть ну да но процент они будут просто стоять как часть интерьера а я они просто как и такие дать и вот как раз эстетической . да а мне кажется это такое как бы мне кажется шахмат раны не играют декоративный шахмат это хуйня какая-то если честно просто вот так на не ну а вот представь себе гитара вот ты приходишь к человеку дом домой у него стоит вот этот подставка там стоит офигенная гитара и на ней никто не играет а ты приходишь вот например у нас стоит скрипка страдивари ты просто берешь ее просто расфигачиваешь в ноль да нет никакой лямов за 20 он в нее играет он тоже не играет пошла на декоративной по сути вот они вилла на страдивари например но чтобы играли нормально играют регулярно ты чего это не на то есть остея которые вот стоят домашние наши коллекционные то есть там же не играем просто и ты стоит я не видел ты видела много видел до скрипок сардивари я был у одного человека не буду называть его фамилию вот и фамилию или отчество не будем называть тогда офшором тоже не будет лазать интересно интересно так а у меня просто к вопросу почему такой вайп унард хайп вайп унард давай гунард типа нарды это что-то типа такое не серьезно я очень люблю нарды ты любишь нарды ты я не такой фанат хотя у нас многое многое так многие играют в принципе вот но я как-то шахмат мне трудно вот эти шашки как-то еще я понимал в детстве то есть я там довольно талантлив в них был так скажем в раннем возрасте вот но нарды как-то нет на меня тут мне тоже нравится нарды но от них вот именно какой-то такой идет шлейф к буду в них играют какие-то полу криминальные элементы только да ну понимаешь мы с отцом так рубились а мы с отцом как рубили да естественно то все играют понятно играешь но как бы да давай бы не так уже есть такой вайп ну как будто ну вот знаешь там ванево все вот 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 устанав конька бывает шутка и он в чайхане играет в нарды ну типа ты стандартное сочетание ну да но никто не скажет в кофе мане играет нарды ну то есть понимаешь его не играть на этом выгоните сразу почему бы я играл с удовольствием там и шахматы не сыграешь кстати в кафе если ты в шахматы играешь это не всегда например я помню что где-то был там в лондоне или в париже нас просто вообще из кафе выгнали то что мы в шахматы играли мы доску поставили сколь здесь нельзя там типа гэмблинг и у них какие-то свои понятия насчет этого то есть ну вот просто нельзя это у меня друзья ехали на сапсане москва-питер и расставили мира я юпитер расставили шахматы и к ним пришла проводница сказал ну ребят мы здесь азартные игры не играем шахматы азартные да вот это вот это мне кажется немного все-таки противоречит тому что шахматы себя представляют по крайней мере то есть мне кажется если люди играют шахматы не на деньги на деньги если они играют ты играл с отцом в нарды но конечно он тоже принимал участие вот в том что ты стал шахматах шахматах да да во первых он меня научил играть и он со мной первые там месяца два-три до того как я пошел во дворец пионеров он со мной играл каждый вечер и потом уже на протяжении моей карьеры то есть я во первых с ним тоже занимался помимо тренера а во вторых вот где-то в возрасте 9 лет когда я стал там чемпионом европы до 10 лет там был очень талантливым но поддержки никакой в крыму вот в симферополе где жил никакой поддержки не было и меня пригласили в очень сильную на тот момент сильнейшую шахмат шахматную школу в городе краматорск донецкой область и родители бросили все бросили работу бросил брук был как бы бросили все и вместе со мной переехали туда и это было важнейшим решением то есть если бы этого не было то наверное я бы и не вырос не не прошибешь его за совершенно типа как психоаналитикам то просмотра им бросили работу и только глубокая серьезно да это нельзя же все смеху очки про то что ты непонятно чего провозишь шахматных досках я вообще не сильно я ничего не провожу вот так они такого не говорят иногда мы ходим там в зал и в зале есть наш тренер рассказал есть парни которые следующим образом тренируются смотрите это это зал единоборств посмотрите они борются минут пять там грэплинг или джиу-джитсу так и потом следующие пять минут играют шахматы и вот так они это чередуют а ежи шах бокс нет шах бокс официально за бог да как бог есть на официальный вид спорта видишь я это я знаю я слышал доводился но тут мира по шахбоксу но и самостоятельно они я так понял не тренируются это нет борьба бокса ой борьба борьбокс борьбокс шах борьба да они типа у них такой жанка живет тренировок это под нас уж похоже больше шаха джитсу и андрей атаки а андрей мне объяснял что это одновременно и физическая и интеллектуальная тренировка да но там можно получить в какой-то момент просто четко совершенно интеллектуально будет моложе нет а именно шахмокси вот но если получил по мозгам например реально серьезного так боксера все таки я тоже ребят знаю многих спортсменов и олимпийских чемпионов тогда то есть там после одного нормального удара идти после этого еще играть в шахматы бокс понятно бокс как будто он очень две далекие вещи взяли там наш тебе ударили да реально как потом соображать на борьбе же такого нет ну смотри как то смотри с кем-то тоже борешься давай с кем я не знаю с хабибом например то что там я сегодня задушил на припал и согла здесь другое да но ты не ударишься голову но если он тебя головой не воткнет вот ну как головой то не он не знает там такой качестве крови что я не знаю нет мы говорим просто борьбу без просто борьбу без ударов ну тоже тебя перевернут там как-нибудь полу помогут а задушат ты вот такой старте в этот момент и думаешь там почему я на b5 не по белка не так и просто же запросы сломали да такая личность и андрей сказал что это очень полезный вид тренировок на андрей потому что что одновременно типа тебя нагружает тут и и физически сложно сказать честно мне кажется не сочетаем серого вещи для меня трудно понять после знаешь когда ты очень хорошо очень хорошо поработал в смысле вот ну ты когда пишешь статью да там иногда бывает затык затык решается так ты садишься очень напряженно про это думаешь потом ты пишешь какой-то текст и предположим он решил не пьешь там ты в об этом сидишь вот так пялишься в экран это это главная проблема то есть еще шахматисты они хотя бы перед доской сидят а когда ты думаешь про математику ну типа ты со стороны не выглядишь что ты очень занят ты выглядишь просто ты тупишь знаешь ты может вообще ничего не думаешь а жена такая смотрит муж опять ну завис вот и вот ты так вот после того как ты потупил четыре часа и решил да самая тема потом сходить например в спортзал потому что после этого ты еще физически устанешь его тогда утра ты сбрасываешь стресс как бы этим там длительная прогулка она здесь тоже самое здесь мне кажется что если эта борьба не по-настоящему не в смысле чтобы победить а это тренировка именно вы отрабатываете движение это такая вот физуха то потом ты сел поиграл то соответственно то же самое то есть ты просто утомляешь себя и так и так параллельно но это хорошо они нет проблем то я с этим не я просто через как спорт имел ввиду что не тренировки шахматы бокс это в целом и я как сон я как спорт предлагал даже совместно с московской шаммана федерации провести шах-бег то есть ты бежишь играешь шахматы потом опять бежишь к шахматы мне кажется ну как бы круто это рабочий формат это и и для тех интересное для тех кстати да там бюджет просто не выделили соответственно а а вот скажите вот есть вот допустим не удалось попилили нетрадиционные вот эти наш трехсторонний извращение произвращение давай итак нетрадиционный шахматы нетрадиционные шахматы вот есть какие-то типа марсельский где ты два хода за раз заход делаешь и нельзя повторяем разном счета есть есть ресторан есть для трех шахов очень классная игра а ну-ка это как твоя задача поставить три шаха королю соперника тогда ты выиграл и ты-то начинаешь жертвовать все под этом слона ферзя там неважно какая позиция тебе главное три шаха успеть поставить это глубокая игра не просто в нее это много таких там еще трехсторонний шага 33 страны три стороны вот это как это вообще выглядит четыре стороны это недавно играли стороны вот это прикольно пять сторон мне не очень это извращение это извращение когда ты в принципе играешь классические шахматы еще играешь нехорошо но для развлечения почему нет то есть такая тоже вам все время думать на это обдумать стратегию тогда это всем привыкаешь там совершенно другие шахматисты как бы но могут побеждать там больших шахматистов скажем да если у них в обычной партии то не получается то в это не могут так на тренироваться побеждать там больших матрицы не отарган bridge там есть за этим за этим какая-то вот ну есть ощущение что за этим есть спорта что так же как это же шахматы они это детерминистская игра да то есть у тебя есть вообще говоря в шахматах есть конечное число состояний на доске да их просто очень много и хрен посчитаешь вот поэтому вообще по теории игр в шахматах есть ли мы почему-то так скептически у меня наоборот не раз и правильно все в шахматах есть либо выигрышные стратегии либо ничейные стратегии есть такая простенькая не проигрыш отверстие нет там типа есть простенькая лима где ты доказываешь что либо первые выигрывать либо первые все свои мнению неплохо ты сергею сказал вот и вот у тебя есть детерминистка игра и в нее интересно играть и штука состоит в том что так часто бывает когда ты такой типа ну давайте здесь чуть ну поменяем из-за того что у тебя очень сложная система ты здесь что-то поменял там все нахер поломалась ну то есть ты сделал три страны и вообще например пропала стратегия то есть в это невозможно менять невозможно или меняется или пропадает есть там что вот что прикольные лет все типа знаешь вот такой типа на один раз вот просто своя стратегия мне кажется думаешь да мне кажется эти свои стратегии на пред шахматы фишеры есть своя стратегия совершенно другая на саджевая игра вот шахматы фишер шахматы фишера там как бы идея в том что вот в начальной пасть ты можешь 960 позиции разных может быть вот и фигуры так меня и я очень люблю шведки не знаю вот если вы играли это когда вы играете двое на двое то есть мой мой партнер я против там двоих соответственно и когда допустим твой партнер съел фигуру то он дает ее тебе вражескую фигуру и ты можешь ее выставлять ты играешь белыми этот играет например черными да он съедает какую-то белую фигуру например эту белую фигуру ты можешь поставить к себе на доску это очень-очень увлекает это очень на это весело обычно это потом помогает да в классику нет нет не вообще не нужен это просто ваше развлечение такое да да смотри зависит от возраста иногда просто позволяет там не знаю познакомиться с кем-то помнишь мама ну там больше людей просто в целом я понял да то есть там один на один иначе катаешь неинтересно мы в монако очень часто играли там искал с у нас чемпиона мира он большой любит же боюсь просто после его рассказа создаст такое впечатление что играли в монако чемпиона мира я к этим и стремился ты ты вот в принципе да рушишь мой имидж табарь типа нас помнишь в лаве как-то нурлан сказал типа я хотел стать известным говорит незачем нет нет не то что там было как-то глубинные идеи я просто хотел славы и денег знаешь и вот сергей такой я просто хотел есть икру ложками в монако и сгущенку так и говорил в принципе и кругу со сгущенкой фишера то есть но он как бы американец ты и как бы но подход был такой что смысле надо чтобы шахматы вообще все играли там смокингах тогда чтобы сделать элитарную игру то есть был такой подход зарабатывать очень много американский подход чисто вот как когда а вот карлсон уже сейчас вот ну превращает шахматы в корпорацию правильно то есть он да у него play magnus group playman ровно то есть эта компания которая ну они подписывают сейчас настоящий контракт и шахматистами то есть это все превращается как вот а там много она больше 100 миллионов евро по моему стоит и капитализация то есть больше стами больше чем 100 миллионов и то есть его цель сделать и шахмат вот как и и все да то есть у тебя как бы он я не знаю он масштабирует по свои заработки так скажу не там менеджмент работает в этой части он занимается шахматами постоянно и делать какие-то имиджевые вещи то есть например дали компании построена вокруг него или она преобразовывает вообще всю игру то есть вот это в принципе он такой фронтмен всего этого имеет определенный процент в этой компании вот такая примерно система ну то есть эта схема когда у тебя вот такие сугубо коммерческие шахматы да то есть они с контрактами в том числе с рекламами это как бы немножко идет в разрез с тем как устроена фиде да фиде же она про другое фиде это была такая международная федерация классическая то есть как бы мы вот про нет ну ты популяризирует шахматы а сейчас мир в принципе такой он довольно материальный то есть в этом плане если например там я скажем писать в рональдо например играет и не зарабатывает ничего например да ты смотришь как классно вообще он играет фантастика такая тогда вам во дворе играет у него там знаешь просто кока-кола такая это и стоят две какие-то штанги до самодельные вот ну как-то смысле как стремится то есть в принципе тоже не может делать так что так пляж дети там свой смотрят на него вешать фотографии там они в как они за как рок-звезда вам по сути да вот здесь тоже момент как как бы от больших заработок в принципе чемпионов мира то есть это тоже играет роль если у нас были бы ну как бы не вот это важный момент то есть он привлекает колоссальный качестве людей в шахматы и в принципе служит тому что он ну как бы он масштабирует свои заработки в этом развивается и создает компании там с искусственным интеллектом связаны и так далее в принципе не вижу никаких противоречий так он занят шахматами менеджмент работает а он как бы представляет компанию на разных переговорах соответственно встречать играть с билл гейтсом там и так далее то есть у него в принципе уровень так он еще и западник при этом да естественно ну вот такой подход к любым инвестициям там и все что я понял что шахматист это такое извините за это слово извините за это слово такой нет особый вид celebrity который вот знаешь звезды в очень узких но очень таких кругах ну вы поняли какой-то определенный сакральный статус как минимум чемпиона мира есть да очень влиятельных кругах таких да 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 то есть да такие да масоны до небольших управляем мне три процесса направляем в большом театре сегодня в масонской ложе будет ну да да правильственны масонами нет но я их не называл ложи мы будем сидеть простите про себя м я видел дальше не знаю вот нож фамилия был ну то есть это это так есть да что статус чемпиона мира саду чемпиона мира безусловно это ты в принципе ну так ты вхож ну наверное ко многим президентам стран безусловно то есть ты такой посланник не знаю от кого чудо виагра какая-то распространять невидимых миров так вот это из моей юности виагра ты имел ввиду виагра кольный завага на украинский вот как бы здесь я могу сказать что чемпион мира я даже не пристать он запросит встреч на пресс-президентом практически любой страны то ну может быть не ну мне кажется любой президент его примет просто есть ты приезжаешь страну то забрать ну не то что там есть у него график естественно такое что это то как бы ну или пандемии в пандемии не за в обычное время то есть ты запросишь встречу с президентом практически любой страны то есть ты я думаю что ее добьешь и даже я думаю при за статус президента фиде уже позволяет встречаться с колоссальным количеством президентов я помню как как я в 13 лет совершенно случайно встретился с в доминикальской республике а где-то с ним встретился на курорте в доминикальской республике там там не меня туда пригласили на сейчас одновременно игры потом какой-то момент организатор сказал танцующий человек он сказал поехали я тебя я тебя отвезу в гости кое-кому сколько 13 13 ну так так знаешь замануха такси поехали я отвезу тебя кое-кому 13-летнему пацану луна я с мамой был нормально там там состав нормально так и это такой тоже вопрос вот ваш огромный опыт в итоге в итоге ходят споры шахматы это военная игра ну да многие военные играют я знаю нам изначально типа это военная стратегия да тогда в первом веке до нашей да это скорее такая как бы да ну придумывали разные игры соответственно ее конечно сделали военный да мне такой вопрос а вы в кенте компьютерный тигр играете кроме шахматы в контр-стракт в контр-стракт тоже шахматы но не очень тоже шахматы своего рода вообще знаешь на любой виде на самом деле на любой вид спорта вот шахматы этим удивительно можно сказать что это шахматы но футбол то шахматы шахматы бокс босса чистый да 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 есть не о ринг вот когда керлинг попадал в олимпийские виды спорта он шел с девизом шахматы на льду ну вот на так надо добавлять то есть бокс это шахматы в мире мордобоя то есть это надо добавлять шану обмен мнениями дула джентльмены обмен агрессивным агрессивный обмен мнениями двух джентльменов я вот метание копья суда не попадали по вообще это не как это такой типа знаешь вообще не шахматы зима метание копья сюда не попадает каламбур каламбур как вы считаете парни сперва на два вопроса гайз 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 хорошее чувство времени спасибо он шахматы я слушаю хорош так говорят шахматы развивает стратегическое мышление вы замечали за собой в жизни что она вам жизни помогает ваш стратегическое мышление я картами пользуюсь яндекс окей тоже яндекс хотя это и я тебе сказал что яндекс ты всегда гуглом поле узлом пользу неудобно будет говорить так нет на самом деле всегда есть ощущение того что ну вот как-то шахматы тебе помогают повседневной жизни твои мысли планируешь какие-то из кулаке этапа но нет в принципе да да есть так стратегическое мышление какой ты вообще в принципе принимать решение конечно легче так легче да я думаю да мне кажется с детства для этого шахма точно вы и важны вы за то чтобы в школьную программу обязательно ввели шахмату обязательно обязательно не пришел нет нет как предмет ну типа наравне с математикой физикой также у раз в неделю шахматы я за то чтобы как минимум место математики шучу шучу чтобы как минимум была возможность у детей которые хотят играть шахматы то есть ну я не говорю обязательно но как как третий урок физкультуры просто это место литературы можно было бы никак не понимал как литература например вот этот ответ например какой вопрос там когда родился там кто-то там писателей скажу у меня такие же взаимоотношения с изложениями и сочинениями вот я почему то думаю что вместо них было бы прикольнее поиграть шахматы например у нас вот я говорю от нас школе например да вот 160 школе учился баку там так далее то есть там люди но надо писать сочинение как ты провел лето там и не знали что не такое ну там просто полкласса хотели как мы по кавказской ответить по ну кайф на или классно а что там дальше писать все понятно что с этим одним сном понятно был на море уже все входит в это да 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 то стену пару слов и все понятно Просто ты мне напомнил мою детскую травму, как я написал сочинение. Это к Андрею. Я просто выложился, всю душу вложил и получил четверку. Я так расстроился. Про что было сочинение? Про то, как я провел лета. Что-то было интересное там? Ну вот по-детски я выкладывался. Вот все, что он мог придумать, я придумывал. Хорошо. Что я не только каждый день играл в шатмаши, но и гулял. Какие жестокие взрослые могут быть? Ну и вот все интересно, если бы в детском сочинении в возрасте 14 лет, это примерно какой класс? Нет, уже все почти. Седьмой, восьмой. Седьмой, восьмой. Седьмой, восьмой. Седьмой. Если бы ты там, в сочинении, как я провел лето, описал бы невероятно красивую историю своего первого поцелуя. Как бы ты оценил преподаватель? Ницу или? Поцелуя, поцелуя. Преподаватель Ля или преподаватель Ницу? Нет, как бы это оценил преподаватель? Ну, может быть, мужского пола, может быть, женского, не важно. Ну, это важно. Хорошо, преподаватель Ница. Разный романтизм. Она бы это оценила как историю? Это, кстати, очень прикольная мысль. Мне она в голову никогда не приходила. Можешь сейчас написать? Как я провел лето, и он говорит, я влюбился этим летом, я влюбился, и мы поцеловались. Выбираем просто школьника и пишем за него сочинение такое. Да, и смотрим реакцию. Я думаю, она будет не очень хорошая. Мне тоже кажется, родителям сразу. Мне тоже кажется. Во-первых, некрасиво в целом, нет? Ну, я понимаю... Зависит от школы тоже. Я говорю, 10 класс, давайте, 10 класс. Не, носи школа какая-то на Патриках, никаких проблем нет. Я думаю. Там учительница скажет. Малыш. Как же мило это было. В целом, как бы, да, в сочинении твоем. Да. Блин, я хотел просто все спросить. Американцы. Про то, что вот шахматы, они как будто распадаются же в три вещи. У тебя есть занятие, тренировки, вот когда ты, например, играешь партии с кем-то или с машиной, и потом анализируешь, у тебя есть выступление на чемпионатах, это отдельная тоже вещь, потому что ты физически готовишься, эмоционально собираешься, и у тебя есть отдельно просто вот ты решаешь шахматные задачи. Вот мы вроде как про полезные вещи, про шахматы говорили, про вторую часть, да, то есть ты говоришь, вот очень учишься принимать решения, да, потому что там ты оказываешься в ситуации, когда нет варианта не принять решение. Да, это очень важная вещь, потому что в реальной жизни ты можешь оттягивать принятие решения практически бесконечно. А здесь все время надо, про каждый ход. Вот, и хочется сказать, что это вот как будто из этих трех частей, вот эту вторую, которая про принятие решения сложнее всего в школе реализовать. Ну, то есть это... И я более того могу сказать, что шахматы очень сильно помогают брать ответственность за свои поступки, то есть в шахматах ты как бы взялся, ходил, есть правило, и то же самое в жизни ты уже... Щупал-женись еще это называлось раньше, ну не важно, щупал-женись. Щупал-женись, ну да. Ну так называли это, в смысле, да, в шуплево тронул-женись, по-моему. Ну, ну не важно. По-разному, да, трактовки разные тренера просто были. Разный уровень был, тронул щупал там разные. Тренеры, да. Ну, тренеры, извините, простите, звонит, звонит. Это вечная проблема. Надеть, одеть. Нет, надевается, одевается. Чего еще? У меня еще сгущенки под... Тут 8 минут я смотрю. Давай, да. Побратски, спасибо. Все равно расскажу историю. Расскажи, расскажи, кто не торопится, эфира уже не получишь. Во-первых, учтите, нам на этом Дон Карлосе нам, как бы, ну, мы не выступаем. Спасибо огромное. Серьезно. Чисто вложь. А, а-а-а. Масонск. Нет, я просто думал, если ты в президентской ложе, то там... Я не знаю, это президентская. Подожди, тебе прям медведя бывает, я знаю, но президентская не знаю. Тебе приносят меню, и там есть вариант, когда за определенную сумму, ты можешь просто выйти на сцену в середине. То есть это неправда, ребят, если что. Типа, вот здесь мы можем принести шампанское, там, черную икру для Сергея, а можете просто вот выйти на сцену в... Для меня лично, да? Во втором акте. И ты такой, типа, ну, я сегодня не хочу на сцену, я черную икру, а Сергей такой, а я вот схожу на сцену, посмотрим что. Да, да, это как вариант. Ну, это вот там такой сервис. Там, там, сет. Сет. Да, сет. Ты сейчас рассказал, знаешь, что я играл в КВН. Давно-давно. Я рассказал очень плохую шутку. Я рассказал шутку команды КВН «Пирамида» сочинского фестиваля 2005 года. И я... Мне почему-то вспомнилась история, мы вот с Тимуром общаемся со Светлаковым, и мы, значит, с ним договаривались о встрече, ну, я ему пишу, там, на WhatsApp пишу, там, вот, Сергей, там, с удовольствием с вами встретимся, и если можно, я вот со своим товарищем, там, чемпионом тоже, приду, Тимуром Раджаповым. Он говорит, да. А он отвечает, а я буду со старинным и с Цоем, но их не будет видно. И я долго думал, как ему ответить, да? Я не хотел идти после этого. Он сказал, хороший человек. А ты боялся, что проиграешь, ну, конкуренцию? Во-первых, тебя видно. Мне он грустный был очень. Да, просто тебя видно. Он такой, знаешь, с работы, там, вот этот проект и все. Они же миллионы, они давят же в целом человек. Давят? Я не знаю, просто у меня нет по этому. Мне тоже нет. Нет, поэтому мы с тобой рассуждаем так, типа, и вот если были, я слышу, в рублях, в рублях, да. Андрей, у тебя есть миллионы? Миллионы в рублях, да. В рублях есть. В рублях. На двоих с Андреем у нас есть миллион. Миллион рублей. Рублей. Вот, который на нас давит. Так вот, я говорю, мне была история. У меня сын играет в шахматы, и у тебя, если есть сын, у тебя есть в какой-то… У вас есть дети, парни? У меня дочь. У Сереги, двое сыновей. Вот мы все отцы, ребят. Отцы, здесь собрались отцы, ребят. Да, это уже, конечно. Так что осторожней с комментами. А то отцы выглянутся. Вы не знаете, на что готовы отцы с миллионами и без миллионов. Особенно без… Да. Вы не осторожнее, ребят. Не, ну без, да. Вот. Без нам… Если сами комменты могут написать. Да. За миллионы. Вот. И, короче, он играл на турнире в Москве, и он играл против… Ну, типа, мальчик, у которого в этом турнире был самый большой рейтинг, самый высокий. Вот. И вот в жизни любого отца, в жизни любого отца есть просто момент, есть просто момент… Скажи мне. Очень важный. Очень важный. А когда твой сын довел другого ребенка до слез. Тут важно уточнить. Да. Без насилия. Без насилия. Просто. Вот у него… Этот был мальчик, он был постарше, и вот он сидел против него, играл. И там вот… И у них же можно ходить, они поэтому ходят, ходят, ходят. И вот он сначала ходил, ходил, ходил. Потом стоял, стоял, стоял. Потом сидел, сидел, сидел. Потом тер, тер, тер глаза. И в конце года ему, Кирюху поставил матон, заплакал. Вот. Да, это часто. Сейчас я просто… Он, я, ну, так делал. Нет, он такой был. Я, по-моему, просто я играл открытый чемпионат Германии. Это, по-моему, 90… Может, четвертый год. Германии? Да, джинсчерт или 95? Да, да, да. Какой паспорт? Нет, я играл открытый чемпионат Германии, там, что может принимать участие. Вот детский. И у меня было, по-моему, или 11 из 11 или 12 из 12. То вообще, один из лучших моих результатов в жизни. Я набрал 13 из 13, как вы понимаете. Вот и мальчик вот этот, который надо было играть или в 12 или в 13 туре. Он просто плакал, а я уговаривал его сесть за доску. Это тоже редкий, но это был, наверное, единственный раз в моей жизни, да. Он просто плачет, но не хочет играть. Почему страшно? Ну, я думаю, что у меня там… Он понимал, что он проиграет, было ясно. То есть, у меня там, предположим, 12 очков, а ближайший идет, там, у него 8, например. И ему надо играть. Ну, и ясно, что, как бы, ну, это просто не заканчивается какая-то такая азербайджанская машина просто. Приехал в Трэзден. Вот, и этот, и как бы в этой ситуации так было очень странно, я до сих пор помню, как он плачет, и мы все его кресло там, ну, он сидит, там, плачет, рыдает, тогда-то я уговариваю, говорю, ну, что ты, что ты боишься, пошли, я тебя выиграю. Да, примерно так. Ну, да, мы садись, да, по натуре тоже вот этот топ. Да, это правда. И вот, Карлсон, так считает. Я говорю, вот, когда Кирюха выиграл, там же, но это все обычно в Москве происходит турнир, там какой-нибудь зал его, снимают, и вот там рядом есть какие-то рестораны, ресторан, типа, приютит родители, родители смотрят, переживают, что-нибудь заказывают, и так повернулся к бармену, я говорю, на стоечке мне. У-ху, слова солидные. Нет, я, конечно, это, подожди, это так нужно немножко пафос бить, я, конечно, перед этим у жены спросил, чтобы не получилось, что она повезла на машине тело и сына. А потом ты сел за руль, да, и поехал. Не-не-не-не-не, я такой, вот, преподавателям говорю. Да, я такой, типа, она говорит, давайте, я такой, типа, на стоечке. Сперва, можно? Да. Нет, то есть у вас у каждого был такой момент, когда вы заставляли плакать. Да, к сожалению, со своих соперников. Своих соперников, да. Что ты испытывал, что ты испытывал? Неудобно было. Честно, такое чувство неловкости, то есть. сильное чувство неловкость она при этом это же жестокая игра то есть вы когда начинаете играть и типа вот дома то вы же дожимаете соперника что то есть ты и ну да чем играешь вот ты знаешь что он уже проигрывает и он знает что он проиграл но он не сдается и ты вот дожимаешь это же вот этом есть какое-то вот испытываешь ли ты в этот момент удовольствие садистка что-то не ну когда ты нажимаешь топ шахматиста я думаю конечно мою удовольствие безусловно если карлсон туда если карлсон и топ шахматист то это такая ну как бы я не могу сказать что прям какая-то ненависть там там в моменте кegerли его не жалко абсолютно только если может быть у какого-то человек там сельного выход там стоит на кону и для него жизненно важен например а ты у него это отбираешь в какой-то ситуации ну где-то мурате не важно например как ты играешь то там идешь не очень хорошо например турнир может быть какой-то момент но это уже какой-то стран 별로 в принципе они также издевались над тобой тут здесь как бы какая вратка обратка а когда вы были детьми добывали эти взрослых тогда вы что чувствуете вот вы помните это типо я помню часто было что много взрослых бесились там ну после партии говорили что у них там выиграно хотя там ну кого нет не надо и все всякие причины придумали почему они проиграли детям а вы придумали причины когда первый раз проиграли кому-нибудь мелкому вы же проиграли комить мелком я помню проверил никому я если честно тоже вот я пришел своих сверстников начал обыгрывать быстро а потом уже но понятно что когда там ну бывает проигрыш старшим но потом был будучи взрослыми вы уже не играете да нет играем бывает мне кажется не сталкивался с хотели там про диджи не ну допустим 16 лет но это уже в 16 лет ты уже может быть там но почти супер гроссмейстером то есть не но карлсон принципе он рано играл сильно уже очень естественно вот утра продаем не проиграл мне кажется да он и такое ощущение по крайней мне кажется не проигрывал но где-то когда ему уже было 16 надо 16 17 уже продать это уже типа в это уже выглядит как взрослый человек не надо и вообще издать детям нет я думал что пока не так не проигрывали особо но не помню хотя вот эти вот и и индусы 15-летний там четыре не играл просто не играл столь поэтому не по-моему в индии же очень популярны шах в индии сейчас вообще молодежь сумасшедший совершенно у них теплая стримы собирают по миллион просмотров типа вот типа чуваки играют в шахматы просто сидят и там они сидят и во я кстати с ними принимать индуски индийский комьюнити большой довольно то есть ютюб сейчас опрос на ютюбе ничего не делаю но так там ребята просто грасмейстер всегда друзья тоже знакомые там и так далее просто со стороны это выглядит очень круто они сидят играют и там в вайп совершенно не такой не типа два шахматиста на просто вот они сидят первый ряд людей второй ряд людей третий ряд людей как будто эти сели эти встали вот и всего так заши над ними все так заглядывать в шахматы не ходит а это же что подобное вот то есть они прям смотрят по степени такой ну потому что я даже объясню почему что в индии в каждой школе в абсолютно каждой шахматы обязательный предмет и поэтому у них гигантский шахматный бум и плюс еще у них много лет был чемпионом мира ну или одним из сильнейших вишонтон ананд тоже великий там шахматист и он тоже огромную популярность привнес они воспринимают как свою игру да то есть они так типа тут мы изобрели весь мир играет в нашу игру ну то есть как бы не особо по моему нет просто англичане не таки типа вот мы изобрели футбол все игра не больше гордятся вот этим сундар печаль то что глава алфабет до гула то есть вот такими какими-то личности так прошла не слышно мы изобрели там тогда это не буддистский стиль такой в целом мне кажется шахмы изобрели это такой типа вот кавказская смысле что ты играешь в эти шахмы изобрели шахматы инопланетяне это дали человечеству не сомневался нет не знал спать не слышал эту легенду как шахматы изобрели в индии и по зернышкам да 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 вернушкам по зернышкам да что что там что был гений который который изобрел это и там был падишах которых колда гениальная игра это уже андрей чем чем я могу тебя отблагодарить и значит мудрец сказал что на каждую клеточку чтобы ну вот сперва на первую клетку одно зерно потом 248 16 и и так далее и и хочу вот всю шахматную доску заставить зерном и значит падишах согласился а потом начали считать и выяснил что что мирового запаса зерна не хватит чтобы там 164 степени что такое получает правильно 2 служба я слышал еще такую интерпретацию что в целом шахмат это части тела пешка это ноги и так далее это где-то слышу интерпретацию когда давно-давно-давно в ночь у когда я не был женат парни тоже давайте практические вопросы смотрите мы хотим научиться играть шахматы с чего нам начать помимо того что купить шахматы нам надо по-любому же покупать учебник нет нет не надо просто можно просто наигрываться наигрываться на откройте сайт например ческом ч24 или чес неважно какой сайт нам будет 150 обучающих роликов как начинать играть шахматы дальше вы можете уже пробовать играть с соперником по интернету это тоже дело там 5 секунд чтобы найти соперника и дальше уже смотрите но если интересно но понятно что можно там брать тренера понятно что это как бы такой сложный и правильно наверно путь но в зависимости от ваших задач самоучебников на самом деле таких вот даже видео очень много в онлайн ну то есть вы не приверживаться да там аналоговые темы типа сейчас уже уходят вам все ходит а мне кажется в сторону больше конечно до цифровых этих всех технологий и так далее компьютер ческом ты играешь соперник вообще в любой момент ты находишься соперник же поиграть элементарно так ты сидишь дома там ну ты не всегда найдешь если в дворе никто не да слушай но я слышал теорию что чемпионы в онлайн покер не всегда чемпионы в живой покер это да ну ты же он уже сразу ты не стану что сначала мне я имею ввиду вы говорите о том по интернету с кем-то живое присутствие она уже отличается от игры сильно это вот то что я сказал из но что вы научились научиться без проблем это научиться да у тебя есть доска ты может на ней разыгрывать все партии которые там играешь в онлайне например или смотришь какой-то урок ты просто разыграешь то что быть там тренер например уж останавливать включать снова и тогда сейчас есть такие возможности а так в принципе да ты можешь купить учебу тоже вы вывода вы не советуете просто я буду просто играть и так научусь что все таки надо учить хорошо сразу как в теннисе да если например у тебя вот предположим есть хватка правильно то есть да ты бьешь играли в теннисе не просто так смотри как раз керлинг про керлинг про керлинг я знаю все но это бы своего ребенка научить играть шахматы я ему полтора года ну я попробую со скольки со скольки вот они напротив со скольки с трех уже можно трех можно пробовать но три с половиной четыре уже можно обычно как как бы как как это происходило ты сам играешь моя семья ты происходило так что они видят что я все время играю и тоже спрашивал у тебя уже играю дали на чем ты вообще занимаешься мы тоже хотим сыграть в таком духе круто да ну доска есть но они больше на планшете любят играть вот а ты как 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 такие кирилла нет как бы шахматы вот физически ему понравились он их увидел так это интересно надо было куда-то пристроить оказалось что им очень интересно шахматы не всегда нужно играть далеко не всегда для моих опера просто севастчивость очень сложный момент то есть ложьLo да то что должен сеять за доской ребенком это очень трудно но современные же дети не сильно уж что чего я конечно же турблю такого чувака современные дети не уж ведь чего и я современе родители еще должен и не строгий на кажется а современные родители что ж не утюдженные совреманные усищеười еще и менее строгие мне кажется они считают что надо как бы ребенку давать возможность развиваться как он желает им так далее тогда пусть он сам выберрет ну да я сторонник более все-таки такого продолжать продолжу я просто записываю я сторонник я сторонник в принципе детей направлять хотя сам не направляю понятно невероятно считаю как воспитывать детей надо вот так как воспитывать детей гроссмейст это невероятно так а ну-ка это потом тебе вопрос не во-первых детей мне в принципе папа сказал что в принципе подходить к детям и с ними общаться в целом не их начинать воспитывать это отличается от всех теорий остальных сразу говорю вот он большину и интересно с ними до 10 лет разговаривать не интересно о чем вы просто сам себе выдумываешь какие-то удовольствия такие вещи делаешь он по улыбнулся это как бы твоя какая-то радость вот я глупо ну так же ну как так то в общем и так далее он был ну вот так вот до 10 лет ведь уже можно о чем-то говоря правда глаза культуру зону это что ты хочешь на смысле просто ты сам себя радуешь как бы да смесь как ну играем я уже в шесть лет начал обыгрывать своего папу это неважно хотя может быть ему со мной говорить то было как раз таки нет я говорить было не о чем да то есть он он считает что в принципе вот там сну в шутливой форме естественно все и так далее но как бы в принципе что до 10 лет там ты особо не то есть воспитывать очень трудно на самом деле хотя считается сейчас я слышу что там в 5 уже фактически человек там чуть ли не ну вот сформировался там и так далее но я чё-то не очень верю это мне кажется что это вот начиная там где-то с какой-то более менее осознанного возраста даже может какие-то там ну понятия давать прививать там ну к естественно примером кем-то стараться быть да по возможности вот в таком ключе но я не очень сторонник вот этого что хочу то и делаю так далее то есть я может неправильно не могу сказать с нашего постсоветского пространства немножко другое понимание мне кажется мне кажется это ведет к тому что человек как-то как сказать, теряется в таком возрасте. Сильно очень. Начинает зависимым быть от других. То, что другие делают. Дети элементарные и так далее. Ну, начинаются все эти проблемы с курением, алкоголем, наркотиками и так далее от того, что очень много детей, за которыми просто вообще не смотрят. То есть я больше привержен такой кавказского типа семьи, когда ты направляешь... Ну, типа ты предопределяешь действия. А некоторые? Некоторые. Некоторые, да. Мы очень много стараемся работать с детьми. Отправляем их на максимальное количество секций всяких. Недавно они начали ходить на хоккей. До этого ходили на борьбу. Шахматы, естественно. Плюс у них билингвальный детский садик. Они на английском уже хорошо говорят. Вот у меня вопрос, парни. Ну, быть строгим отцом вообще потом, мне кажется. Ты строгий? Позже. Пока нет. Ну, я считаю в меру строгий. То есть я там не перебарщиваю, конечно, но в то же время дисциплина, конечно. Я вот не могу понять, хорошо ли это, когда ребенка сильно грузишь всем, чтобы у него вообще не было свободного. Но мы видим результаты, знаешь. Это я слышал. Это было в каком-то из подкастов. Что он возвращается домой, старый человек просто. Ну да, очень уставший. Они кайфуют. Они кайфуют. Огромные удовольствия получают. Мне кажется, мне было вот интересно. Я в какой-то момент разговаривал с родителями. Почему меня никуда не отдавали? Я ходил только на английский. И остальное время часто нихуя не делал. И ответ был... Теперь преподаю в МГУ. Да, ответ был очень простой. У нас не было ни возможности, ни денег. Понимаешь? Они говорят, мы бы, говорит, отдали бы тебя и в музыкалку, и там еще... Ну, все что угодно, да. Не было ни возможности, ни денег. Потому что ты, говорит, вот отдать тебя в музыкалку. Тебе инструмент нужен. Да, выпокупать. Какой мы купим инструмент? На треугольник тебе отдать? Не, а на теннис, например. Теннис это вообще... Формула-1 вообще не говорите, когда картинг. Теннис это вообще нужна какая-то инфраструктура? Инфраструктура, корт, тренер, экипировка, все себе перевязки. Погода, да. Погода, да. Ну, погода еще ничего решаем. Там есть закрытый корт. В принципе, это вся инфраструктура тяжелая очень. То есть теннис, интернер. Есть просто гольф. Да, есть просто... Кто у нас его? Где будет кататься на этом? На гольф-каре вообще? В Сколково. Я член Дорского, Сколково, Сколково, кстати. Вот. Сколково, да. Я только мимо проезжал, извини, я знаю, что он... Я вообще... Гольф-гольд для меня это что-то из фильмов, типа. И то, мне кажется, это существует только в фильмах. Для меня тоже, да. Штаты, штаты, какие-то пальмы. Да, сцены из фильма нужны. Это выглядит как прикол. Как будто они, знаешь, они снимают, а потом, когда они камеры выключатся, все такие, ха-ха-ха, прикинь, они поверили, что мы, типа, входим, блядь, серьезно. Этого вида спорта не существует. Да, не существует. Все просто притворяются. Такие, типа, когда на камеру, там, знаешь, Tiger Woods такой прям. Не, а после удара вообще. После удара ты просто поехал смотреть куда-то. Да-да-да. Такой, едешь-едешь. Иногда вообще машину невозможно взять в городе. Кстати, просто едешь смотреть, куда ударил. Понимаешь? Да. Насколько просто. Да, то есть это не зависит. Мне кажется, просто некоторые виды спорта, они действительно, ну, прям сложные. Формула-1, ребята, мне тоже рассказывали, что, ну, пока ты пройдешь там вот эти все этапы от картинга до формулы, там, например, ну, 3, 2, там, и так далее. То есть это просто бешеный путь с дикими затратами, с неизвестным результатом. То есть просто неизвестным результатом. У тебя нет никаких гарантий абсолютно. То есть ты тратишь, 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 и непонятно, что произойдет. То есть даже если у тебя есть какой-то талант, то есть такой же талант есть у колоссального количества людей, а затраты тебе, ну, тебе нужны спонсоры, скорее всего, и так далее. То есть если на раннем этапе ты покажешь какие-то дикие достижения, там может спонсор подключиться, и есть шанс. а у многих он не подключается все они с таких стран что ну просто сложно я так понял форму 1 это вообще очень самый дорогой вид спорта наверно наверно да у меня вот есть брат который кстати говоря точно точно так же как и у тимура на 17 лет меня младше и он ходил на картинг ему очень нравилось но потом он попал в аварии ну все нормально но как бы он сказал что не хочу больше да то есть он понял что достаточно серьезно тем более если более мощной машины уже покупаешь потому что очень серьезно да то есть так здесь конечно если есть деньги в принципе вот то что говорили да то есть какие-то интересы и есть возможность часто просто от возможности зависит то есть на многие виды спорта там включая там теннис и так далее должен быть определенного уровня по финансам чтобы просто на него отдать им я думаю хоккей на это же не самый дешевый ну да 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 очень тоже много экипировки это это действительно сложно но воспитание опять-таки опять неизвестно ты можешь шикарно на все кружки отдать а потом будет не то что да или это же воспитание это такая же игра с неизвестным результатом к же я вот буду воспитывать так а другой то я буду воспитывать так и в конце не факт кто из вас победит а может оба проиграть ну да поэтому то есть такой момент я правильно понимаю воспитание это шахматы мне просто кажется что воспитание нужно самому тоже по возможности участвовать а не только лишь полагаться там на няню и на репетиторов вот няня няня в итоге же это просто это просто дня не это знаешь физическое состояние вообще трансформация твоего времени в целом я про это и говорю что вот ну например как как пример что у нас сегодня дети там приболели они остались дома супруга могла вызвать няню но сказал что как бы у нее там сегодня особых дел нет она останется весь день будет с ними сидеть и в этом и проявляется участие а ты в масонскую ложу а я а я тут с вами сижу мне кажется лучше не париться честно говоря из этого всего что не париться да не париться ясный итог итог и у нас и у них не согласен мне кажется что с ума сходить на какой это как-то думаю ну и ток как 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 я думаю как я знаю и только один и тот же у всех понял вообще общий итог понимаешь поэтому если с ума сходишь и паришься бесконечно я в принципе на своем примере просто знаю что пока я парился тоже меня много не получалось например я в какой-то момент шахматах стал париться но где-то вот с 2013 это у меня ужасный был там претендентский так далее вот и после этого я просто чувствовал что ты за то что я парюсь именно не могу показать результат здесь это тоже этот бросил как 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 ты вот психологически этот момент поймал сначала вообще это надо было остановить весь процесс просто как-то я постарался минимизировать количество турниров потом естественно перешел в огромное количество занятий то есть ну занимался так это все-таки занимаешь ты увереннее становишься увереннее увереннее в игре то есть вот это но серега тоже знает осмотрелся большое количество сборов там и так далее то что чувствуешься да то есть ты переходишь вот в состоянии этого и психологически постепенно я доешал от ничьих скорее всего старался не проигрывать максимально как можно дольше да то есть ты типа вместо того чтобы сразу сарикова на коня для начала мы просто встанем что я могу вообще против топ шахматистов мира, например, делать ничей, ну и потом стал, ну, побеждать тоже и так далее. Кубок мира выиграл последний до пандемии, который был 2019-й, последний Кубок мира, да, то есть поэтому, а он, кстати, выиграл Кубок мира в Баку, а я выиграл Кубок мира в Ханты-Мансийске. Это клево. Ханты-Мансийск после Москвы мой любимый город. Был всегда еще до Кубка мира, ну вот до победы. Ты из Ханты-Мансийска? Нет, он из Крыма. Он из Крыма, все, понимаете, да, все сами? Да, все, поняли. Я из Крыма, но я переехал в Москву в 2009-м году, еще задолго до всех слушать. Слушай, а у тебя был такой момент, когда ты понял, что что-то не то, и как это перезагрузить? Вот как сейчас. Нет, бывает не то, что там какие-то там провалы, бывает просто локально ты понимаешь, что надо что-то поменять, может быть, иногда нужно поменять тренера, иногда там свой подход к занятиям, вообще к тому, что ты делаешь. Но, в принципе, я всегда верил, что как бы надо продолжать работать. И я, в принципе, всегда чувствовал, допустим, ну, там, если проигрываю, я понимал, почему я проигрываю, что я там мало занимаюсь или еще что-то делаю. То есть, в принципе, как правило, шахматист знает, в чем проблема, но нужно иметь там мужество ее побороть. Тяжелое вообще, просто поражение, люди не понимают, в целом, шахмат и насколько оно тяжелое, humor, тоже такой иногдаун моральный. То есть, вот это поражение само, ну, для многих, по крайней мере, особенно, когда дело продолжается, то есть, когда идет эта серия, вот если идет серия, особенно таких поражений, то есть люди просто не до конца понимают насколько серьезно просто кого-то вышел на следующей партии все то есть для огромного количества кого-то приходишь ну я например пришел ну вообще в принципе считает там и крамника и там другие чемпионы мира и так далее шука ты теряешь вот это чувство вот как сальго речи и поражение то тогда уже надо уходить скорее всего на чтение становится неважно вот я не знаю для сергей как это в целом очень важно как ты играешь то есть это даже не вопрос денег для чего-то это просто как внутренне это твое дело которым ты занимаешься если она тебе становится становится безразличным то значит что-то не доказать и неважно проигралась и неважно вот этот момент бывает что ты вот ну типа бодки то поражение которое ты прям вот типа играл играл прям бился и вот просто да и в последний момент на при сделку это про мнение вот вот не так а вот ты бился до конца на сто процентов ну типа просто ну то есть бывает такое поражение скорее после которого горько но ты понимаешь да ты все сделал я типа это такое пара не так обидно все-таки да это обидно в плане результата чисто, но ты знаешь, что ты сделал все, что можешь. То есть это тоже, ну, это честно. Это честно. Он просто был лучше в этот день, там, или просто действительно здорово играл. Такое бывает. И тогда ты, ну, конечно, просто как бы с таким уважением относишься к этой партии, так скажем. Но у тебя не такой горечи. А вот если играешь ты, например, 6-7 часов и потом сделал какой-то глупейший зевок там в конце просто буквально, вот это невероятно обидно. Потому что колоссальное количество усилий и смазывается просто тем, что ты там, я не знаю, пошел взять воду или чай и так далее. Вышел, вернулся, что-то быстро решил пойти. Вот чисто нервный момент, например, сделал какой-то ход очень быстро. И ошибка, например, даже не собирался его делать, там, считал другой вариант совершенно. Сделал его и вся партия, которая шла 7 часов от этой глупой ошибки. То есть проиграл. Таким моментом страшно обидно. Просто так не бывает в футболе. В футболе, если у тебя счет 5-0, то он 5-0. Там, маловероятно, что произойдет. Мы же не про 5-0. Мы там про пенальти. Нет, я говорю, что это такая игра, что ты у тебя весь матч счет 5-0 и ты проигрываешь 7-5. Да, ну, интересно, ты сказал про такой эмоциональный, да, психологический нокдаун, да, или нокаут даже, да? Ну, страшное дело, да, вы с ума сойти. Как вы думаете, вот с Бобби Фишером вот это произошло, да, в итоге? Нет, у него какие-то свои психологические проблемы. Он же нет кого почти не проигрывал. Он стал чемпионом мира и ушел в самом расцвете сил, когда казалось бы побеждать и побеждать ему еще можно было. Мне очень нравится, что вот у Кирюхи есть книжки разные. Вот книжка Фишера, это единственная книжка, где он рассказывает не только про свои победы, но и про поражение у него. То есть, по-моему, два поражения. Ну, и Кирюх, конечно, первым делом полез про них читать, потому что это же самое интересное. Это интерес, как великие тоже проигрывали. Да, как великие. Бабланко вообще считал, что на поражениях можно научиться, а на победах не очень. То есть, на поражениях ты реально видишь свои ошибки в игре. Но Фишер, то, что Сергей говорит, он, в принципе, никому не проиграл. У него просто в целом были такие психологические моменты. То есть, он всегда хотел быть лучшим. Возможно, какие-то травмы детские возможно тоже были и так далее. Вот. И он как бы ушел непобежденным. Может быть, боялся того, что он будет побежденным. Он некоторые турниры вообще бросал, на некоторые не приезжал и так далее. То есть, у него были свои моменты такие. То есть, он как-то... В целом, он боялся начинать выступать. Вот у него этот момент такой был. Когда он начинал, он совершенно гениально выступал. То есть, на соревнованиях. А вот момент войти в турнир, приехать его начать, для него был какой-то проблематичный. Ну, и круто, что он, знаешь, вот он таким поведением, которое не совсем спортивное поведение. Это вот как будто ты выиграл кубок и такой типа, ну, я его подержу, пожалуй. Я следующий пропущу. Вы там между собой. Ну, я вам его не отдам. Вот. Но при этом вокруг него вот создался такой орел, да. То есть, он как бы был довольно мерзким человеком. Вот. А в результате как легенда остался такой, типа, вот непобежденный, знаешь, такой вот он. Он остался таким. И, мало того, самое главное его достижение, помимо всех его шахматных, чистых, прямых достижений, да, чемпиона мира и так далее, званий. То есть, тот момент, что он, в общем-то, из ну, совершенно маленьких заработков шахматистов профессиональных, ну, советских и так далее. То есть, в советское же время вообще другие совершенно понятия были про заработки и так далее. Вот. То есть, он ее сделал коммерческой игрой в плане, которую мы видим сегодня. Вот шахматы, которые мы видим сегодня, вот эти профессиональные топ-шахматы с большими призами, где чемпион мира имеет право на миллионные гонорары, ну, в плане, да, вот матча на пеннистом мира, скажем, играется, ну, на миллионы долларов, да. Вот. То есть, это все фишер надо понимать что до него где был спаски например даже скажем да то есть тоже совершенно гениальный шматист но не было этих моментов которые вот американец фишер привели принес шахматы то есть он считал что должны платить серьезные деньги тогда с ним были например там моменты как там я не знаю звали на обед белый дом там с президентом он был типа сколько мне заплатит говорили что смесь почему западную в это время занимаюсь для чего это общение как бы в чем идея зовут президенту пусть платят типа вот такие вот какие-то вещи совершенно казались неадекватными но потом опять-таки киссингер занимался полностью организации его матчевой подготовки он там заказывал бассейн с гейзерами не знаю какие-то очень машины перелеты самолеты там я не знаю считал что вот это вот вот так чемпион мира должен жить и как бы постепенно пришел к тому что там призовые фонду там я не помню призовой фонд матча всеми сторонам 250 был по он тысяч долларов по тем временам или что такое или 107 не знаю что по моему где-то миллион был примерно все стороны кажется меньше было в общем любом случае то есть это вышло там от 5000 стало например не знаю там 200 . например это настолько но скажем в 92 уже по моему 5 миллионов где он старом они сыграли матч 20 лет спустя со спаским и там дали на этот матч 5 миллионов и забавная история не знаю насколько она правдивая что когда вышел фильм жертва пешкой про пространство фишера и из паскова и когда его показали спаску типа фильм считается типа говорят так и опять таки по протеста я был заливается момента был был типа идеален типа этот фильм был там все сохранили и там не было вот этого вот союзы плохие там именно хотели сохранить и из паски это замечаю зеленение в девятой партии не так пошел то есть в одном ходе паски сказал не так русский сказал даже мне стыдно сказать как он сказал но если говорить политкорректно то он сказал что ему фильм не понравился вообще любит любил как будто сюда все эти матери я как бы попал по-моему единственный раз когда он был комментатором на соревнованиях в испании и там супер турнир там играет в кубе специальном таком как бы стеклянный люди вокруг сможет новая какая идея там избежать там разных этих и красиво в центре по моему бильбао и спаский комментатор и у него значит испанский журналист спрашивает очень длительная партия была вот между этими швейцами мной там иванчик он помощь кем-то да и он говорит что серьезно совершенно просто спрашивает быть что я какие советы вот сейчас на ночь после такой партии что делать спаски вообще не думаю просто смотрит абсолютно все несколько тысяч человек который на улице наблюдает за этим в центре бильбао он так просто через секунду он говорит порно не смотреть я сижу на ему лет семьдесят как бы спать я поваре я так типа на него но так на место шум такой типа ну а ну да ну да какой не заряжается реально совет да это реально совет да и за и как бы там и переводит на испанский и там просто зал умирает совершенно то есть вот какие такие вещи совершенно у него реакция такая да как бы на все практически поэтому его я присяк он смотрел вообще сериал сам вот это фильм был фильм извиняюсь фильм да ну в сериал ход королевы точно автомате там на самом деле суть его претензий было в том что как бы все было не так по его мнению я слышал что поляшу появили на ход каждый сам там участвовал в этом то есть понятно что было не так ну что типа он считает все совершенно было по-другому а вот фильме поговорили так и что вот мне теперь сказать не охот королевы ход королевы там единственный из того что я увидел в целом то есть там это как они передвигают фигура момент достоверно disturbed достоверно väldigt на нано просто фигур этому передвигают качестве мы мы говорим нереально это смысл не та не так ну и то как-то очень тогда смысле как сказать манерная или как этот назначенный ну это как это пле dish要 не передвигает про с фигура это невозможно слушая это не кажется что создатели именно хотели сработать на эстетику шахмат чтобы популяризация потому что говорят что после того как все посмотрели и после того говорю что типа там продажи шахмат выросли да да там больше в бой более но элементарно у нас прошли да 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 стали спрашивать вообще куда отдать ребенка это элементарно люди которых мы знали в общем ну тебе не кажется именно вот эта эстетика сработало что они вот помнишь там вот был персонаж я так не сильно помню вот этот вот молодой шахматист кем она постоянно совета что он такой в плаще загадочный шляп не ну понятно там конечно есть такие у него всегда шахман путешественник который поездил с собой нож нет там просто все матчи все матчи которых она участвовала все матчи у нее был это вот выстроен кадр так что во-первых окружение то есть они у нее всегда была подходящая по цвету одежда у нее был подходящий по цвету соперник окружение и они вот грубо говоря все ее матчи они сделаны в разном стиле то есть вот когда она играет в лас-вегасе там вот это все разноцветные там какие-то вот эти странные штуки потом когда она играет в париже да там там очень строгий такой зал мне очень интересно слушать потому что я не смотрел мне кажется они это делали вот именно специально что не указательными ахмат интер потому что видишь говорят да никто так не ходит там офигенная но только это остальное все было офигенная москва там офигенная москва там она посетила голоса там она сидит и она сидит тип на каком-то этаже смотрит в окно а там какое-то типа марика и там стена кремлевской вот местного горизонта до этого то есть такого места в москве нет то сможешь нужно было баху я на конечно есть такое место было ну просто ли огромная река и бесконечный Hij sprechen emit Henry классно а я себя также как-то смотрел а клево до до бесконечная река или кремль Бесконечно понятно я так увидел я не знаю повезло тебе хорошую тебя оптика я еще изнутри но не вошли смотрел изнутри смотрел там так смотрится понимаешь что ребят спасибо вам огромное сам скажет эту фразу запизделись спасибо огромное невероятно спасибо